Всем здравствуйте, меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург. Не удивляйте, что я в шапке и в шарфе. Я сейчас быстренько покажу, что я купила и убегаю. Меня уже муж ждет весь в нетерпении сопи. Потом уже будет просто мне некогда показывать все вот это, и будет уже темно. Так, быстренько покажу. Знаете, вы, наверное, уже на меня разослитесь там, я не знаю, что еще, что-нибудь про себя подумаете. Но по-другому я не могла. Я вам покажу быстренько, что я купила в обе. Ну вот, посмотрите, я все-таки решилась взять вот, извините, вот это вот, вот это вот орхидея. Посмотрите, она беленькая, пусть она меленькая, но вот она беленькая. Там внутри розовенькая, желтенькая за 140 рублей. То есть, понимаешь, понимаете, нигде такой орхидеи дешевой я не видела. Я посмотрела, паразитов вроде нету. То есть, она стояла в отделе там, где не распродажа, а там, где надо полечить, надо что-то делать с растением. Ну, естественно, я его пересажу, она хорошо полита, поливать не буду. Вот. Естественно, его надо пересаживать. Вот. Ну, я посмотрела, смотрите, зеленые, нормальные, хорошие зеленые корни. То, что здесь что-то такое есть, это я обрежу, ничего страшного. Листья, ствол сам тоже хороший, то есть, он цвел, соответственно. И, то есть, ну, посмотрите, я не могу сказать, что он как-то вот чем-то болен. Нету каких-то пятен, понимаете, на листьях. Нету ни на стволе пятен. И я считаю, что 140 рублей было, 141 рубль. Грек было не взять орхидею. Ну, вот, так как другие, там были еще другие орхидеи, там уже было видно, что что-то вот не того, могу сказать. Но вот это самая лучшая орхидейка. Я даже удивилась, что именно на то, что чем, из-за чего, что с ней, я не пойму. Далее. Все, у нее просто бум был по-суккулентному. Там столько скулентных было. Это вообще. Вот такая вот эхиверия, да. Да, да, эхиверия Magic Red. Представляете, красная эхиверия Red. Ну, то, что это вот это блестки, это там чем-то они что-то красили, не эту эхиверию. То есть, крашеная, я ничего такое не беру. Вот. Подожди. 399 рублей. Вот такая большая эхиверия. Я считаю, что это отличное растение. Отличное такое именно вот размерчик. Я надеюсь, что она у меня не станет зеленой. Надеюсь, что все будет хорошо. За такую цену, я считаю, эхиверия, может, мне уже, знаете, пожурил. Он сказал, что это такое, я сказала, они маленькие. Вот. То есть, ну, как вы считаете? Я думаю, что отличная цена и качество, и сама эхиверия очень красивая. Дальше. За 369 рублей. Вы посмотрите. Это эхиверия. То есть, она тут еще одна эхиверия. То есть, две эхиверии за 369 рублей. Ну, вот, конечно, она вот это вот, видите, как такой вот налет. Тут, конечно, при транспортировке, при рассмотрении, конечно, повредили. Посмотрите, какая красота. Это эхиверия за 369 рублей. Я не смогла пройти мимо такой вот розетки, такой розы, такой красоты. Представляете? Вот. Ну, как? Вот как можно? Потом пересажу, эту детку пересажу. То есть, пусть это сам. Потому что уже, смотрите, уже корни торчат. То есть, места мало. Надо вот большой какой-нибудь горшок красивый. Деточку отдельно. То есть, ну, какая красота. Еще я смотрю, она даже вот с таким вот розоватым. Весь видите, да? То есть, отличное растение. Просто замечательно. Красота. Красоты необыкновенные. Далее. Вот такое растение. Сейчас вытащу его из вот такой вот упаковочки. Не знаю, чем не пригляну. Ой, здесь еще что-то такое вот валяется внутри. От чего-то. А, это, наверное, от какой-нибудь... Тоже от эхиверии отвалилась моей. Вот. Посмотрите. Оно еще вот так цветет. Интересное такое растение. Губчатое какое-то. Но мне оно очень понравилось. Это называется айзовый или айзовый. Айзовый, наверное, микс. Что такое? Ну, я посмотрю в интернете, найду. 369 рублей. Вот. Не знаю, но мне так оно понравилось. Вот. Это суккулент. Очень красивое. За 369 рублей. Супер. Далее. Это вот все мои покупочки с обе. На удивление. Вот. Зашла в Ашан. Я же искала там подарок для своей племянницы. И за 90, по-моему, рублей. За 97 рублей 30 копеек. Купила еще одну эхиверию. То есть у меня столько сегодня. У меня три сегодня эхиверии в покупках. Посмотрите. Здесь деточка тоже вот такая вот маленькая. То есть тут, соответственно, я рассажу. Она очень нежная. Вот у нее тут более-менее. Здесь, наверное, уже задели поддели. Потому что другая была. Она менее... Ах, здесь даже две деточки. То есть, понимаете, за 97 рублей 30 копеек. Вот. Поэтому я считаю, что здесь не написано, что это за эхиверий. Но я потом найду, что это такое вот. Но она мне очень понравилась. Здесь все будет хорошо. Представляете? За такую-то цену. Вот. Все. Слава Богу, по цветам все. Что я еще купила в Ашане? Взяла вот такую коробку конфет за 249 рублей. 248 рублей 70 копеек. Здесь, на удивление, не сколько-то там, чуть-чуть. А здесь, между прочим, 540 граммов. Понимаете? Ну, тут вот так вот написано. Потом, извините, я перевернула эту тройку лошадей. Русь Тройка называется. Значит, изготовитель ЗАО Сормовская кондитерская фабрика. Я, конечно, такой не знаю. Но конфеты шоколадные с трюфельной начинкой. Конфеты шоколадные с помадно-сливочной начинкой. И конфеты шоколадные с шоколадной начинки. Масломасляные, да? Вот, то есть, темный шоколад, тут масло какао, сахар. Слушайте, да тут-то... Ага, так я так... А, ну тут коньяк есть, ясно. Тут есть коньяк. Это уже взрослый подарок. Вот такая коробка, я считаю, отличная. И симпатичная, и праздничная, и снег на Новый год подойдет. Вот, ну и то, что я купила в Глория Джинс. В Ашане я ничего не нашла. Я надеялась, что в Ашане я, может быть, что-то такое... Как бы, по всему, все-нибудь еще найду. Но я поняла, что Глория Джинс намного выгоднее и красивее. Вот. К тому же, Черная Пятница, сегодня была у них распродажа. Отлично, великолепная распродажа. Я купила для самой младенькой племянницы. Ой, что такое кисенькое. Посмотрите, такая кисенька. Вот. Это пайетки. Вот это пайетки. Значит, за, по-моему, 249 рублей. Представляете, вот такой свитерочек 249 рублей. То есть, отличная цена. Замечательная просто. Материал такой приятный, хороший. То есть, знаете, вот, ребенок поносит с удовольствием. Это вот Глория Джинс. Состав. Так, я думала, я наткнулась на состав. Состав. Что? А нет. А нет. Здесь по-нибудь не русски написано состав. Поэтому... Так, сейчас. Производство России. Состав 58% лопок, 38% полиэстер и дальше какой-то спандекс. Четыре процента. Вот. Такую кофточку взяла ей. Потом, к этой кофточке я решила взять штанишки. За 300... Ой, за 299 рублей. Вот такие штанишки. Маленькие штанишки. А, видите, какая прелесть. Тут у нас лисичка. Вообще такая вот лисичка. Штанишек много не бывает. Штанишки все проносятся, все износятся. Вот. Вроде как должно быть по размеру. По размеру. Говорю, размер нормальный. Вот. Так, и у нас состав 50% лопок и 49% полиэстер. Производитель Китай. Ну, Китай. Далее. Штанишки. Ой. И купила ей платьица. Вот такое платьице. Не знаю, мне оно понравилось. Посмотрите, такое сердечки. Материал очень приятный. То есть, вот это вот тоже. Она такая гладенькая, приятненькие эти сердечки. На завязочке. Завязочки у нас действующие. Это на резинке завязки не действующие. Просто для красоты. Для декора. Ой, что у меня. Ну, вот. И стоит это платье 299 рублей. Ну, где такие цены, понимаете? Какой там нафиг Ашан? Ничего красивого, интересного я там не увидела в этом Ашане. Вот. То есть, платьица. Супер. Ну, вот. И старшей племяннице я купила точно такое же платье. За 349 рублей. Вот такой размерчик взяла. Я очень, надеюсь, конечно, позвонила. А, 128 сантиметров. Все нормально. 6-8 лет. Потому что ей, это самое, ей 6,5 лет. То есть, ну, должно подойти, потому что здесь вот странно. Здесь вот написано, рост 92, а здесь рост 128. Ну, в общем, все отлично и будет. Все замечательно. То есть, платье. Я считаю, они две сестрички и двух одинаковых платьях. Это будет мило смотреться. Мне так нравится. Вот. Вот все. Все мои покупочки. Я думаю, вам понравилось. Поэтому, это самое, очень удачненько зашла в Gloria Jeans. И не только в Gloria Jeans, но и в другие магазины. Если кто, вот я говорю по суккулентам, там очень много суккулентов. Я думаю, вы видели. В предыдущем видео я показывала обзор. Столько суккулентных. Приезжайте, смотрите и покупайте. Потому что, на самом деле, сейчас огромное количество и цены. По мне, цены это недорого. Только вот лично по мне. Конечно, хотелось бы дешевле, но дешевле вы не найдете. Понимаете? Не найдете. Вот. Ну, на этом все. Спасибо всем за внимание. Огромное спасибо, что зашли на мой канал. Большущее вам спасибо, что те, кто подписался, кто со мной давно, кто пишет комментарии. Хочу вам пожелать огромного, 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 крепкого, крепкого здоровья. Не болейте, мои дорогие. Чтобы все у вас было хорошо и замечательно. Замечательно. Чтобы вы только радовали, чтобы все беды обходили вас стороной. Все, кто должен родить отличных вам успешных родов, чтобы деточки у вас родились здоровые. Кто хочет замуж, я желаю всем выйти замуж, жениться, найти свои вторые половинки. Понимаете? Не просто там, а бы кого, а именно вторую половинку я вам желаю найти. Ну, и учеба, чтобы те, кто учится в школе, в колледже, в институтах, замечательная вам учеба. Только отличных оценок, зачетов, сессий, экзаменов и всех, что там вы можете сдавать. Все вы сдали. Ну, и берегите своих близких, мам, пап, бабушек, дедушек. И балуйте их, и деток берегите. Не ругайте их по лишней. Понимаете? Вот, ну, что-нибудь там они уронили, разбили там, ну, порвали. Ну, это же такая мелочь, ерунда. Берегите психику своих детей. Чтобы вот из-за этих мелочей, понимаете, они не страдали. Не морально, не уж тем более не физически. Это плевать на это все. Это все наживное, все это житейское. А ребенок, понимаете, никуда уже нервные клетки не восстанавливаются. Вот. Ну, и мирного неба над головой, дружу между народом и уважением, взаимопониманием, между разным, верой и воспоминанием. Всем до новых встреч. До свидания.